Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Вечер добрый. В прямом эфире на телеканале Самара ГИС вы смотрите программу «Территория права». И сегодня на ваши вопросы, уважаемые телезрители, в прямом эфире. Будет отвечать нотариус города Самары Ирина Николаевна Богатырева. Здравствуйте. Добрый вечер. Я еще раз хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, уважаемые телезрители. Поэтому, если у вас есть вопросы, касающиеся нотариальной деятельности, сегодня мы будем обсуждать новости законодательства нотариального. Звоните, пожалуйста, к нам в студию 202-11-22. 30 минут прямого эфира. Дозвоните к нам в студию, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Ирина Николаевна, я предлагаю начать с грядущих изменений в законодательстве. В связи с подписанием 25 декабря 2015 года, я цитирую Советом Федерации законопроекта о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, которые значительно расширяют полномочия нотариуса. Вот скажите, пожалуйста, данные изменения уже вступили в силу? И поподробнее, какие перемены ожидают нас в сфере оборота недвижимости в 2016 году? Да, данный закон, 381-й закон, был подписан, опубликован, и в основной своей части он вступил в силу с момента опубликования. То есть основные изменения уже вступили в силу, и, скажем так, мы уже ими пользуемся. Достаточно много изменений, они касаются и сферы недвижимости, прав супругов, прав несовершеннолетних, много корпоративных изменений, которые также вступили в силу. Также изменения, касающиеся банкротства и наследства, то есть такой новенький тоже появился. Поэтому изменений достаточно, но мы к ним готовы, и они уже вступили в силу, какие-то уже были обращения по данным сделкам. Давайте мы тонкости все-таки коснемся. Очень важный вопрос. Полномочия нотариусов были расширены в сфере оборота недвижимости. Вот расскажите, пожалуйста, поподробнее, какие изменения внесены в закон, и самое главное, они же ведь направлены на защиту интересов супругов? Конечно, любой закон, в принципе, направлен на защиту не только прав супругов, но и участников, скажем так, собственников недвижимого имущества. Но прежде всего хотелось бы, наверное, отметить изменения, которые были внесены в закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в соответствии с которым сделки с долями в праве общей собственности это какое-то недвижимое имущество, если происходит продажа постороннему лицу, подлежит нотариальному удостоверению. Раньше такого не было. То есть в настоящее время со собственниками необходимо известить о продаже, то, что было как бы и раньше, и в случае, скажем так, их отказа от преимущественного права покупки, обращаются в нотариальную контору и оформляют сделку по продаже доли постороннему лицу. То есть что изменилось? Появилось нотариальное удостоверение, сделки по продаже доли. Ирина Николаевна, я прошу прощения, просто по ходу сразу будем вносить какие-то коррективы. То есть если человек раньше хотел продать свою долю, он просто в простой письменной форме писал заявление и продавал, уведомлялся о собственниках и продавал. Немного не так. Значит, он должен был известить, что было в принципе и раньше, и есть сейчас. То есть прежде всего необходимо известить со собственников о продаже доли. Это может быть либо в нотариальной форме, либо в простой письменной форме. Самое главное, необходимо уведомить о продаже доли. При этом необходимо указать размер доли, стоимость доли, то есть условия покупки. И если, скажем так, получив данное уведомление о продаже, со собственник в течение месяца не дает никакого ответа, соответственно, считается, что он как бы отказался, и тогда, возможно, продажа третьему лицу. В чем разница? Раньше такой договор удостоверялся, не удостоверялся нотариально, то есть была простая письменная форма. В настоящее время такой договор при продаже доли постороннему лицу подлежит нотариальному удостоверению. То есть разница вот в этом. А уведомление, оно так и осталось, необходимо уведомить. Далее изменения коснулись сделок с недвижимым имуществом, которое принадлежит несовершеннолетним, недееспособным. То есть закон также оговорил нам о том, что все сделки по отчуждению недвижимого имущества, то есть по продаже недвижимого имущества, там, где собственниками являются несовершеннолетние, недееспособные, также подлежат нотариальному удостоверению. То есть есть как бы направлено на защиту прав детей, на защиту прав недееспособных, опекаемых людей. Вот такие изменения. Ирина Николаевна, ну вот составили договор, заверили его у нотариуса. А в чем состоит собственно-то защита? Ну, дело в том, что нотариус, во-первых, проверяет, были ли, прежде всего, уведомлены, и правильно ли были уведомлены, те ли условия были указаны в уведомлении. Вот, также проверяет, давайте касается несовершеннолетних, есть ли разрешение органов опеки, выполнены ли условия, которые поставлены были органами опеки. Потом нотариус в данной ситуации сам запрашивает выписки из реестра о том, какое это имущество, нет ли там ареста, либо какого-либо запрета. Вот, далее нотариус по просьбе сторон также может дать документы на регистрацию, зарегистрировать право и, соответственно, получить зарегистрированные документы и свидетельство о государственной регистрации права. То есть это не только защищает права собственников, но еще и освобождает отряда, может быть, какой-то бумажной волокиты? Да, в настоящее время, да. Так как, допустим, раньше нотариальная сделка, которая должна была нотариально удоверяться, ну, либо по просьбе граждан, требовалось собирать документы, достаточно, там списочек был, то в настоящее время нотариус имеет право, даже не имеет права, а обязан запрашивать сам все. Скажите, пожалуйста, граждан, вы, естественно, уведомляете об этих изменениях, если люди приходят, вы им рассказываете новые аспекты законодательства? Ну, во-первых, о том, какие изменения произошли, есть различные статьи на сайте Нотариальной палаты, Федеральной Нотариальной палаты. Также, естественно, нотариус при приеме объясняет, какие изменения произошли, что необходимо сделать, то есть все, что связано с новыми требованиями, нотариус знакомит об этом обратившихся лиц. Граждан. Спасибо большое за такой подробный ответ, я лишь хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. 202-11-22, телефон прямого эфира, территория права. Ирина Николаевна Богатырева, нотариус города Самара, отвечает сегодня на ваши вопросы. Звоните, задавайте вопросы, если у вас есть по наследству, по брачному договору, Ирина Николаевна непременно вас проконсультирует. Ирина Николаевна, продолжаем разговор. В последнее время в рамках так называемого квартирного рейдерства и очень много печальных историй граждан, потерпевших, поражали общественное мнение, настолько нагло наживались на проблемы граждан, которые не могут поделить между собой квартиру. Вот скажите, пожалуйста, насколько я понимаю первый шаг к решению проблем долевой собственности на недвижимость уже сделан? Как раз и принятие этого закона было направлено на исправление, скажем так, вот этих вот ошибок, на недопущение таких беззаконников, которые как бы творились. То есть первый шаг, да, вот это направление сделано. То, что это реальное удостоверение, то, что идет проверка, как уведомляют, скажем так, сособственники для того, чтобы этого избежать. Также я не сказала о том, какие изменения по поводу земельных долей. То есть в настоящее время продажа земельных долей должна быть только в нотариальной форме. То есть это совсем новое, то, что как бы раньше не было. То есть продажа именно земельных долей, которые раньше подняли там колхозом, будут поделены теперь только в нотариальной форме. А вы можете привести пример, ну, чтобы это было более понятно в жизненном плане? Вот если, допустим, человек хочет продать, что нужно, какие шаги предпринять, проконсультировать в этом вопросе? Ну, мы сейчас говорим о земельных участках. Если земельный участок, то необходимо представить нотариусу документ, подтверждающий наличие этой доли. То есть если гражданин приобрел там, допустим, либо он купил когда-то эту земельную долю, либо он получил земельный пай в колхозе там от своей работы, да, выделил этот пай, то, соответственно, он должен предоставить нотариусу документ, подтверждающий наличие этой земельной доли у него. Далее нотариус сам запрашивает документ, подтверждающий, что действительно земельная доля такая есть у данного гражданина, что она не арестована и совершает сделку. То есть в настоящее время это так. Спасибо. У нас есть звонок, я предлагаю его послушать. Алло, добрый вечер, вы в прямом эфире, слушаю вас. Добрый вечер, прошу прощения. У меня вопрос такого характера. У меня квартира трехкомнатная, полностью вся оформленная на несовершеннолетних детей. То есть там все три доли и все принадлежат им. Вот, допустим, я планирую ее продавать. Я правильно понимаю, то есть первый шаг – это не опека, а обращение к нотариусу? Нет, первый шаг – органы опеки, в любом случае. Опеки и опеки. Опеки, однозначно. Потом смотрите, какой момент. Я уже эту квартиру ранее пыталась продать, и у меня уже было одобрение к инфлопеке, датированное, допустим, в 2013 году. Насколько я помню, мне говорили, что оно срочное. Но у меня произошли небольшие коррективы в плане перепланировки. То есть я на перспективу задаю вопрос. Допустим, я там через год буду эту квартиру продавать. Мне что, заново уже нужно будут органы опеки проходить и так далее? Вы только должны для себя, потому что выяснить. Значит, вам правильно сказали, данный, скажем так, документ не имеет сроков. То есть постановление вынесено, разрешение дано. Но если у вас изменится характеристика объекта, то есть там, допустим, площадь изменится в квартире, или больше, либо меньше, или стоимость жилая площадь, то есть у вас не будет соответствующих характеристики то, что указано в постановлении в органах опеки и в документы, а придется брать, естественно, новое постановление. Если параметры не изменятся, то тогда, естественно, будет действовать то постановление, которое было выдано ранее. То есть здесь в данном случае о площади идет речь? А если просто перепланировка... Ну, название же квартиры не изменится, не изменится. Адрес квартиры не изменится. Соответственно, перепланировка, если бы была, то может измениться, что соотношение площади общее и жилой. Поэтому, если, скажем так, вот эти параметры не будут отвечать требованиям того постановления, тогда, естественно, придется брать новые постановления. Если эти параметры окажутся такими, то есть они не будут противоречить, тогда достаточно будет того, что было получено ранее. Телезрительница спросила о первом шаге. Первый шаг опека. В любом случае опека. Далее нотариус. Да, да, да. Документы к нотариусу. Нотариус далее проверяет документы, которые есть, проверяет постановление, выданное органами опеки, запрашивает необходимые документы. Дальше идет сделка. Ирина Николаевна, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста. А по времени вот эти изменения в законодательстве, они как-то повлияют на сроки теперь прохождения? Ведь вы говорите о том, что теперь нотариус будет запрашивать и так далее. А вот если, к примеру, сделка уже вот-вот, покупатель есть, вот какой срок? Я вас поняла. Сейчас существует электронный документооборот. То есть нотариус запрашивает электронным образом документы. Поэтому здесь все зависит от того, как работает техника. Порой мы запрашиваем, допустим, какой-нибудь запрос, какой-нибудь документ, и он приходит буквально в течение 15 минут. Бывает в течение двух часов, бывает в течение суток. Поэтому зависит от того, наверное, какие документы и как по времени мы их получим. Поэтому, в принципе, здесь не растягивается на месяц, на какие-то недели. Нет. Достаточно все быстро происходит. Необходимо предъявить нотариусу документы. Нотариус запросит все, что необходимо. Сразу же сообщает, когда у него получены документы. Документы все собраны, готовы. И в дальнейшем, допустим, если необходимо, то регистрация проходит также нотариусом. Если нотариус лично обращается, либо его помощник на регистрацию, то срок регистрации три дня. Если электронным образом, то одни сутки регистрации. Обратиться за сделкой с недвижимостью можно к любому или нотариусу, либо нет? Обратиться можно к любому нотариусу, но только в том округе, где находится недвижимое имущество. То есть, допустим, если речь идет о продаже квартиры, которая находится в городе Самаре, можно обратиться к любому нотариусу города Самары. Или если речь идет о недвижимом имуществе где-то в районе, допустим, Кенельский, Красноярский район, то, естественно, будет осуществляться продажа, сделка там, где находится имущество, то есть в том районе. Если происходит мена недвижимого имущества, там, допустим, квартира находится в городе Самаре, а какой-то там дом или земельный участок находится в районе, тогда, соответственно, можно сделку удостоверить у нотариуса либо города Самары, либо там, где находится то недвижимое имущество, которое подлежит обмену. Понятно. Спасибо большое. Принимаем следующий звонок. Алло, говорите, добрый вечер. Здравствуйте. Хотелось бы задать такой вопрос. Я являюсь доверенным лицом моей бабушки по поводу смерти ее сына. Ей нужно вступить в наследство. Ее сын, умерший, ранее развелся с женой, только она вступила в наследство и претендует на все его имущество. Вопрос такой. Нотариус должен запрашивать какие-то документы из акции или из архива о том, чтобы доказать, что она уже не является его женой. И сама могу запросить и предоставить этот документ нотариусу. Вот какую последовательность нужно сделать? Спасибо. Ну, здесь есть два варианта. Я поняла ваш вопрос. Значит, при обращении нотариус заводит наследственное дело наследников, и в дальнейшем необходимо представить документы, подтверждающие родственные отношения, либо, скажем так, брак. Поэтому дело, в принципе, при заведении дела нотариусу не обязан давать документы такие запрашивания, потому что они могут быть получены позже. Нотариус заводит дело по заявлению наследника, а в дальнейшем необходимо такие документы представить. Если брак был действительно расторгнут, здесь существует, скажем так, такое еще правило, необходимо, значит, что знать и помнить. Если брак был расторгнут по решению суда до введения в действие нового семейного кодекса, то есть до 1995 года, и это решение суда не было сдано в ЗАГС и не было получено свидетельство о разводе, то брак не считается расторгнутым. А вот если бы было решение суда вынесено уже после 1995 года, то есть уже по новому семейному кодексу, тогда брак расторгнут с момента вступления решения суда в законную силу. Поэтому здесь вот мы, к сожалению, не знаем этой ситуации, про это надо тоже знать. И по поводу, значит, запросов документов. Я думаю, что, наверное, вам такой документ могут в ЗАГСе отказать по вашему запросу, но в любом случае вы должны поставить в известность нотариуса, нотариус сделает запрос в ЗАГС, либо даст запрос на руки вам, чтобы вы обратились в ЗАГС для выяснения данной причины. Спасибо большое, Ирина Николаевна. Но, уважаемые телезрители, обратите внимание на телефон Нотариальной палаты Самарской области. А можно карандаш? И позвоните, если вам необходима консультация. Но мы продолжаем прямой эфир программы «Территория права». Мы слушаем очередной звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, здравствуйте, слушаем вас. У нас звонок есть? Алло. Звоночка у нас нет. Дозванивайтесь, пожалуйста, 202-11-22. И задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Ирина Николаевна, вот далее проходим по вопросам. Вот, насколько известно, также в налоговый кодекс были внесены изменения в условии освобождения от налога на доходы физических лиц. Скажите, пожалуйста, что изменилось 1 января 2016 года в статье «Налогообложение доходов граждан?» Статья появилась в 217.1 налоговом кодексе, в котором были внесены какие, значит, изменения. То есть увеличен срок владения недвижимостью для освобождения от уплаты налога. То есть если ранее срок был 3 года, значит, для тех сделок, которые заключаются после 1 января 2016 года, то есть на то недвижимое имущество, приобретаемое уже после 1 января, будут действовать новые нормы, и срок увеличен до 5 лет. Но есть исключения. Исключения касаются, значит, какого имущества. Если квартира была приватизирована, получена в дар либо по наследству, либо была получена по договору ренты, то здесь также остается срок 3 года. Для всех остальных увеличен срок до 5 лет. То есть, допустим, если вы приобретете квартиру завтра и будете продавать ее через год, то вы, естественно, от уплаты налога не освобождаете. Там существует еще схема, каким образом высчитывается этот налог. Я не буду ее освещать. Но если пройдет 5 лет, тогда, естественно, вы будете освобождаться от уплаты налога. Спасибо. Принимаем звонок от телезрителей. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы слушаем вас говорить. У меня вот такой вопрос, скажите, пожалуйста. У меня брат брал квартиру в подпеку. Но фактически проживаю и плачу за нее я. Вот как-то это реально можно нам договор оформить или как-то наследственные права там оформить, чтобы, ну, мало ли уже, если что бывает. Ну, в настоящее время ваш брат может оформить только завещание на вас на всякий случай. Потому что он никакого договора быть здесь не может, так как у вас есть ипотека обременения на эту квартиру. Поэтому здесь может ввести только о завещании, которое он может составить на ваше имя. Но только необходимо также что узнать, если ваш брат состоит в браке, у него есть супруга, то все, что в браке приобретено, является их совместной собственностью. Поэтому имейте в виду, если брат даже составит завещание, и случится с ним, не дай бог, с братом, дай бог ему здоровья, то половина на этой квартире будет являться собственностью его супруги. Поэтому продумайте этот вопрос. Возможно здесь сделать брачный договор между вашим братом и супругой, если она у него есть. Но завещание сделать необходимо. Спасибо большое, Ирина Николаевна. 202-11-22. Телефон на прямом эфире программы «Территория права». Мы ждем ваших вопросов. Звоните, задавайте. Ирина Николаевна, вот как раз об освобождении от налогов есть вопрос от телезрителей. Я хочу вам его задать. Мой отец в прошлом году получил в наследство недвижимое имущество. Ему сказали, что вышел закон, который отменяет налог на получение недвижимости по наследству. Если есть льготы, мой отец пенсионер. Это освобождает его от уплаты налога? Что это за закон, как называется? Хочу убедиться в льготе. Необходимо, что знать и не путать. Есть различные налоги. Налогов с наследства нет. Есть тариф за оформление наследства. Это не налог. То есть при оформлении свидетельства о праве наследства уплачивается нотариальный тариф. Налогов с наследства не существует. Нет такого налога сейчас. Но если папа, вступивший в наследство, соберется продавать эту долю, то у него будет налог. Только это не с наследства, а налог от продажи данного имущества. Это немножко другое Поэтому, как говорится, почувствуйте разницу Принимаем звонок Алло, добрый вечер, говорите, вы в прямом эфире Здравствуйте У меня к вам такой вопрос У меня дочь Хочет взять ипотеку С мужем Они сейчас в браке Но у них, видимо, брак будет расторгаться Вот, например, если они возьмут ипотеку Потом После того, как она возьмет ипотеку Значит, муж ее будет Какое-то отношение к этой квартире иметь? Или можно будет составить брачный договор? Для того, чтобы не было у него претензий К квартире, необходимо составить брачный договор Конечно Пока брачный договор не будет То это является имущество Их совместной собственностью Поэтому надо будет продумать этот вопрос И сделать брачный договор Либо перед покупкой Там зависит от того еще Кто будет являться платильщиком в банке Какие условия банк поставит? Здесь необходимо все это просто продумать И если, скажем так, возможно Есть желание такое И согласен муж, что здесь не будет Учитываться совместные деньги, допустим Тогда, конечно, можно сделать брачный договор Ну, а потом, мне кажется Это все происходит Ну, договоренности в индивидуальном порядке Конечно, конечно Все это оговаривается Ирина Николаевна, ну вот Каждый случай индивидуален Как я уже сказала Можно ли вот Обратиться к нотариусу С конкретной данной проблемой И все это прописать В брачном договоре Либо он стандартен И изменениям не подлежит Данный договор не может быть стандартен По своей сути Так как у каждого своя ситуация Поэтому, естественно Брачный договор Он может быть различным Он может быть составлен Знаете, такого общего порядка Не указывая конкретно какое имущество Может быть составлены Только какие-то конкретные виды имущества В этом договоре Можно предусмотреть Разделы имущества На случай расторжения брака Там много вопросов Поэтому данный договор Как бы он не является стандартным Он в каждом случае индивидуален Поэтому необходимо При обращении к нотариусу Естественно, поставить проблему И рассказать Что бы хотели видеть стороны В брачном договоре Уже исходя из того Скажем так Какие пожелания стороны выскажут Будет подготовлен брачный договор Который должен сторонами изучиться Прочитаться Должны быть заданы вопросы И потом уже вопрос решать О подписании договора Спасибо Принимаем очередной звонок Добрый вечер Вы в прямом эфире Программа «Территория права» Мы вас слушаем Добрый вечер У меня вот такой вопрос Мы были Вот обманутые дочки 12 лет ждали ее Когда она может Какая-то квартира построила Ну, естественно В 12 лет мы приобрели И другое ее жилище Вот сейчас при продаже Допустим С этого жилья Которое было у нас Вот в 12 лет строилась Будут налог Продажи брать или нет Все-таки В 13 лет прошло А договор Ну, получение квартиры Только в этом году Спасибо Я, возможно До конца Все-таки не знаю Данные проблемы В каком плане Я не налоговый орган Но по разъяснению Когда как бы Ну, были в литературе Написано так Что независимо от того Допустим Что вы строили эту квартиру Были дольщиком И заключили договор Долевого участия Когда-то Срок начинает течь С момента того Как становитесь Собственником недвижима Поэтому То есть когда получили свидетельство Дословно закон Да То для вас срок начнется С того момента Как вы получите свидетельство Но более подробно Я рекомендую вам обратиться По этому поводу В налоговый орган Получить консультацию Ну, вот исходя из того Как бы Что написано в литературе Скажем так В различных разъяснениях Написано вот именно так То есть с момента Выдачи свидетельства То есть с момента Внесения в реестр Ирина Николаевна У нас не так времени Остается много До конца передачи Мы продолжаем принимать Тем не менее Ваши вопросы Уважаемые телезрители Я просто хочу попросить вас Подвести резюме И вот главные выжимки Из новшей законодательности Все-таки сейчас озвучить Прямо по пунктам Чтобы телезрители Запомнили окончательно Мы с вами не коснулись Еще изменения Которые касаются Прав супругов То есть были внесены Изменения в статью 35-ю Семейного кодекса В соответствии с которой Ранее звучало у нас Каким образом Что согласие на заключение Сделок требуются Те сделки Которые подвезут Государственная регистрация Так как на часть сделок Регистрация сделок Отменена То как был такой пробел В законе То есть в настоящее время В статью было добавлено Что при заключении сделок Требующих государственной регистрации Либо требующих Регистрации перехода права Требуется нотариальное согласие С супруга На совершение такой сделки То есть пробел Скажем так Был восполнен Далее Какое новшество То что Совсем как бы новое То что соглашение О разделе имущества Между супругами Подлежит нотариальному удостоверению То есть раньше у нас был Брачный договор Это нотариальные формы Соглашение о разделе Было в простой Писельной форме И достаточно было Опять же много нарушений Касающих прав Супругов При заключении Таких соглашений Когда Какие-то кабальные условия Были прописаны И все прочее В связи с этим Так же была введена Форма Нотариальная Соглашение о разделе Любого имущества Не только недвижимого Любого имущества Также внесены были Изменения в статью 37 Касающиеся прав Должностных лиц Глав администрации По поводу Совершения имя Нотариальных действий Раньше они могли Совершать нотариальные действия Которые указаны в законе С любыми Обратившись к ним Гражданам В настоящее время Они имеют право Совершать нотариальные действия В отношении Только тех граждан Которые зарегистрированы На их территории Либо Постоянно Либо по месту пребывания То есть у кого есть документ Подтверждающий О регистрации права Так как тоже было Очень много нарушений В каком плане Допустим появились Сменения в корпоративные Какие-то законы К ним обращаются Главиан администрации В связи с подписью На заявление В налоговый орган И не проверяя Скажем так На основании чего Происходят эти изменения То что необходимо сделать Такие заявления Свидетельствовались То есть было достаточно Много нарушений Поэтому такие ограничения Были введены Далее значит Были дополнены Какие еще изменения То есть на получение Нотариуса Я говорю что Нотариус сам получает Различные выписки Ранее было Получение бесплатных выписок Касающихся только Выписок из ИГРЛ Теперь мы получаем Бесплатные выписки Из кадастро Также недвижимости Из ИГРП Для того Чтобы совершать Какую-либо сделку Также Какие были Значит еще новшества Появилось значит Такое Статья 44 Основ О том Что нотариус Может совершать Электронные документы Как бы это вот У нас такое новое Такое тоже есть Ирина Николаевна Примем звонок От телезрителей Добрый вечер Говорите Вы в прямом эфире Добрый вечер Слушай У меня такой вопрос Мы с дочерью Напополам Купили землю И теперь Значит Муж взял ипотемку И хотим строиться На этой земле Скажите Вот А землю Оформили на дочери Дом Который будет построен Можно оформить Будет там На мужа На меня Или только Вот на дочь Так как земля На дочери Так как земля На дочери То что То что строится На этой земле Соответственно Будет являться Ее собственностью Для того чтобы Была ваша Долевая собственность Тогда вам необходимо Оформить земельный участок Допустим Пополам вам И вашей дочери Чтобы тогда Совместно Получить разрешение На строительство дома И строить тогда дом Как уже будет у вас Долевое участие В доме А так Исходя из того Что у вас земля Оформлена на дочь Соответственно Она является Хозяйкой земли И вы не сможете Построить на свое имя На этой земле Что-либо Значит только она То есть нужно Подавать документы На перерегистрацию То есть дополнительные Какие-то еще Ну здесь различные Вопросы могут быть Да Здесь либо допустим Переоформить земельный участок Сразу на родителей Которые будут строить Либо допустим Оформить долевую собственность На этот земельный участок И строить там допустим Доль дом на Каких-то там Паях То есть долях То есть ну различные Варианты могут быть Скажите пожалуйста По данному вопросу Для получения согласия На какую-либо сделку Для совершения сделки Там допустим Если супруга Дочка состоит в браке Значит необходимо будет Согласить ее супругу На заключение Какой-либо сделки Только для этого Ирина Николаевна Немного времени Совсем осталось Но я хочу все-таки Задать вопрос Про механизм признания Гражданами банкротами Что происходит с долгами В случае смерти должника И какова роль нотариуса В этом процессе Ну если классически Скажем так То с долгист В пределах наследственного имущества Отвечают у нас летники Но опять же Обращаю внимание И повторю еще раз Что наследники Принимая наследство Соответственно принимают Нолги наследодателя Ну отвечают они За эти долги В пределах того имущества В пределах стоимости имущества Которое они получают Значит что появилось нового Я возможно сейчас Так кратенько постараюсь сказать Были внесены изменения В законы о банкротстве И в основном нотариате Что появилось нового Во-первых В настоящее время Гражданин может быть признан банкротом Даже после его смерти То есть вот на основании Решения суда О признании гражданина банкротом Заводится наследственное дело Либо допустим Гражданин мог быть признан банкротом ранее А наследственное дело бы уже заведено Ну если скажем Такое случается То нотариус Во-первых Участвует в производстве Он сообщает Управляющему Кто занимается Конкурсом управляющим О том Что входит в состав наследства То есть какое имущество Входит в состав наследства Для того чтобы Каким-то образом Погасить Скажем так Задолженность И до тех пор Пока не закончено Конкурсное производство Нотариус не может Выдать свидетельство О праве наследства Там есть как бы еще нюансы По этому поводу Хорошо У нас есть еще Звонок на линии Вы еще здесь Мы вас послушаем Нет Звонок у нас сорвался Ну что же Ирина Николаевна Я хочу поблагодарить вас За очень интересную И познавательную беседу Спасибо большое За то что пришли к нам в студию Поделились новостями законодательства Ну и конечно же Спасибо всем тем Кто был сегодня с нами Но я хочу сказать И обратить ваше внимание Уважаемые телезрители На телефоны Которые периодически появлялись На ваших экранах Телефон Нотариальной палаты Самарской области Сайт Нотариальной палаты Самарской области Где вы всегда можете Ознакомиться с новшествами Законодательства Какие изменения Внесены в закон Ну а также Найти всю необходимую информацию По нотариусам И так далее То есть Все телефоны В вашем распоряжении Сайт Нотариальной палаты Вы видели на экранах Ну что же Я благодарю еще раз Вас за проведенное время В прямом эфире Следите пожалуйста За программой Извините Что мы не смогли Принять вопросы Которые у нас Пришли В конце программы Следите за программой И дозвонитесь к нам в студию Всего хорошего Спасибо всем тем Кто был сегодня с нами До свидания Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»